Доброго времени суток! В эфире компания FireHome и сегодня у нас обзор парилки в бане, которую мы недавно закончили. Размер данной парной 2 метра на 2,80, высота потолка 2,30. По традиции представляем вашему вниманию простой чертеж помещения со всеми элементами и размерами. Кому интересно, можете ознакомиться более подробно. Справа от входа находится печной комплекс, возглавляет который дровяная печь Ферингер в облицовке из природного камня Змееви. Печь имеет закрытую каменку, что позволяет получить качественный мелкодисперсный пар. На верхней крышке облицовки находится контейнер для подачи воды в каменку. Первый элемент дымохода, он же экономайзер, также облицован ламелями из Змеевика. Далее идут стандартные сэндвич-элементы дымохода из нержавейки. Угол, в котором установлена печь, облицован плиткой Змеевик. Печь имеет выносную топку и топится из соседнего помещения, а именно из комнаты отдыха. Портал, который находится в комнате отдыха, облицован плиткой и уголками из того же камня Змеевик. Возвращаемся в парную и давайте немного подробнее рассмотрим стены и потолок, которые выполнены в данном проекте из ольховой вагонки Экстра-класса. Профиль использовали Штиль. Из-за своего широкого профиля стены смотрятся довольно массивно и визуально увеличивают пространство. В углах и на потолке использовали клинтуса и уголки из термолипа, чтобы четко разделить плоскости и создать контраст. А теперь на очереди у нас полки, но прежде чем к ним перейти, давайте заглянем под них и посмотрим, что там находится. А находится там клапан вентиляции, который проходит за обшивкой стены. Для управления клапаном мы сделали деревянную ручку, которую аккуратно вывели под нижний ярус полков. Тут же под полками разместилась мобильная лавочка, которую мы изготовили для удобства сбирания на полок. Размеры данной лавочки 750 на 500 мм, высота 400 мм. Возвращаемся на исходную и переходим к полкам. Полки у нас двухъярусные. Нижний ярус П-образный и расположен на высоте 750 мм. Верхний ярус прямой и находится на отметке 1200 мм. Полки выполнены из комбинации двух видов дерева. Светлый это африканский абаш, а темная окантовка по периметру канадский кедр. Из этого же материала выполнены и подспинники для верхнего и нижнего яруса. В правой части нижнего полка, ближе к печи, мы установили акриловую шайку с подсветкой финского производителя кариэти. Шайка съемная и легко извлекается из короба. Переходим к следующему элементу декора, который невозможно проигнорировать. Это стены из можжевельника. Облицевать стены таким образом удалось при помощи нескольких щитов, на которых зафиксированы срезы можжевельника. Такая схема очень схожа с той, что мы используем при установке можжевеловых панно на потолок, с той лишь разницей, что здесь панно гораздо больше по размеру. Можжевельником также облицевали и оконную нишу. В углах под потолком установили светильники и спрятали их за ольховыми абажурами, которые напоминают по своему дизайну улей. Около одного из абажуров находится второй клапан вентиляции. Вдобавок к стандартным контурам света в виде светильников под полками и под потолком за абажурами, мы добавили еще один в виде светодиодной подсветки, которую организовали под нижним и верхним полком, а также за верхним подспинником. Подсветка реализована при помощи специальной термо-влагостойкой ленты, защищенной по стандарту IP68. Все управление данным контуром света осуществляется при помощи такого пульта дистанционного управления. А на сегодня у нас все. Надеемся, что данный обзор вам понравился. Увидимся в наших следующих выпусках. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok